Всем привет! Сегодня я научу вас, как сделать квест. Квест для ребёнка в домашних условиях. Кушка. Я считаю, что у каждого ребёнка в жизни должно быть частичка волшебства, поиски кладов, в общем, всё, что может запомниться на потом уже взрослую жизнь и с теплотой в душе вспоминаться. Ни один ребёнок не может сам себе купить книжки, маленький имею в виду ребёнок, игрушки, организовать какой-то квест, поэтому по-любому будет вам благодарен. Вот у нас, например, есть вот такая коробочка волшебная, которую каждое утро открываешь, а в ней конфетки. Вечером оставляешь одну конфетку, утром открываешь, а в ней опять конфетки. Такое у нас дома волшебство происходит. Ну, а поскольку сейчас Пасха, мы с вами будем делать квест на пасхальную тему. И для начала давайте разберём, что я купила. К каждому квесту надо готовиться немножко заранее. Каждый раз, когда я ходила в магазин, например, я что-то покупала, что можно потом будет использовать. То есть какие-то подарки для квеста, призы, то, что можно найти, то, что можно что-то с ним сделать. Вот это, например, просто раскрасить можно. И сейчас мы с вами посмотрим, что у меня есть. У меня есть вот такой скретч, где можно царапать лошадок этих из мультика My Little Pony. У меня есть вот такой пиньята, такая мини-пиньята с каким-то слаймом. Не знаю, что это, но уверена, что ребёнку понравится. Есть ещё вот такое что-то. Яйцо там тоже или слайм, или кинетический песок. Что-то такое, формочка динозавра. Далее у меня, конечно же, для квеста есть что-то вкусненькое. А именно вот такой пасхальный киндер большой. У меня есть вот такие пасхальные шоколадные яички, которые я думаю спрятать, чтобы они их искали. Их тут очень много, эта пачка очень тяжёлая. Да, хочу сказать, что я готовила квест на одного ребёнка. Хочу сказать, что я, когда покупала все эти подарки, я, конечно, думала, что я буду для Алисы делать квест. Я не думала про то, что я буду для двух детей делать, поэтому уже будут делиться. Это хлопушка, которую я, когда что-то заказывала в интернете, тоже взяла и заказала. Вот, и мы будем думать, как её в квест вписать. В общем, у меня для клада, в конце квеста они найдут клад, и для клада вот эти всякие мелочи. Вот такая мелочь, вот, приятная. Такие пёрышки покупала, буду думать, что с ними сделать. Я пока ещё вообще не знаю, каким будет этот квест. Мы сейчас с вами вместе будем всё придумывать. Это для компота или сока, трубочки. Это такие праздничные язычки. Выдуваешь их, и они со звуком должны выдуваться. Это какая-то новая штука на присосках. Сейчас, видимо, популярная. И пару надувных шариков. Итак, куча всего пока непонятно, да, как квест... Как эти квесты использовать, давайте смотреть дальше, что у меня есть ещё. Так, я уже сама не помню. Потому что всё покупалось в разное время. Ага. Ага, вот это вот тоже как подарок Алисе должно быть. И вот такие свечечки. I love you. Я хотела воткнуть в пасочку. Угу, вспомнила. Так, что ещё здесь есть? Смотрите. Такое полотенышко. С надписью «Христос воскрес». Завёрнуты вот такие яйца-свечки. Миленькие. Которые я также думаю спрятать. Ну, либо, либо, либо я сейчас вам расскажу, какая у меня ещё есть мысль. Поскольку у меня получилось довольно много вот таких всяких яичек разных, которые можно прятать. Я подумываю сделать за них разные баллы. Ну, вот, например, находишь маленькое яичко, получаешь 5 баллов. Находишь большое, получаешь 10 баллов. И так далее. И ещё я думаю над тем, как лучше организовать поиск этих яичек. Потому что у меня один ребёнок старше, второй ребёнок младше. Понятно, что младший может не успевать за старшим. Старший будет быстрее всё находить. Поэтому я подумала, что можно в правила квестов писать, например, вам даётся 5 минут. За 5 минут надо насобирать там на 50 баллов яичек. И находит один. И только потом яичко ищет другой. То есть нашёл Серёжа яичко, потом ищет Алиса яичко. Нашла Алиса, тут же может бежать искать Серёжа. Это будет и командная работа, потому что за 5 минут вместе надо успеть собрать баллы. И в то же время это будет по очереди. То есть каждый будет иметь возможность поискать и найти. И вот когда ты думаешь, под какого конкретно ребёнка ты делаешь квест, это всё как-то само собой придумывается. Вот, к примеру, что я придумала по поводу окончания квеста. Как они найдут это сокровище, клад. Сначала я думала, как всегда, пиратский сундук, его наполнить вот этими всякими безделушками. Но найдут и будут подарки. Но потом я решила, нет, так просто нельзя. И теперь внимание, самое главное. Самое главное в любом квесте для успешного его окончания и хорошего настроения ребёнка, это знать, что этот ребёнок очень хочет получить, что он любит. И вписать это, конечно, в квест. Алиса очень сильно хочет получить вот эту пчёлку. Она о ней мечтает, она считает дни до зарплаты и думает, что с зарплатой я её куплю. На самом деле я её купила уже много дней назад. Она лежит у меня в шкафчике спрятанная и ждёт этого квеста. А ещё Алиса очень любит куховарить и всякие зелья делать, что-то смешивать, химичить, как она это называет. И поэтому этот квест будет называться «Волшебная кастрюлька». Знаете, что я придумала? Я в самом конце сделаю, что они найдут не сундук с сокровищами, они найдут эту кастрюльку, которая будет записка, что нужно сделать. Нужно будет добавить разные ингредиенты, произнести заклинание, поставить её в духовку. Я даже скажу, пусть подогреют слегка духовку, чтобы она немножко тёпленькая была. Пускай мы им поможем подогреть. И полчаса подождать. Ладно, полчаса много, 15 минут подождать. Кастрюлька постоит 15 минут в духовке, и вуаля, найдут там то, о чём Алиса так мечтала. Как вам такая идея? Но я была бы не я, если бы я не зашла в семидневку, там, где были товары к Пасхе, и я там так много всего набрала, что мне сейчас самой страшно, как я буду квест организовывать. Но давайте смотреть. Это уже когда я знала, что у меня будет два участника. Вот то я покупала, когда думала, что Алиса будет одна. Это я покупала уже, зная, что будут Алисы с Серёжей. Поэтому я купила одну ей такую корзиночку, куда она будет найдена, и яички ложить. И вторую для Серёжи. Вот. Значит, сюда они будут складывать то, что будут искать. Это такой реквизит. И, собственно, здесь уже тоже есть много того, что можно искать. Вот эти можно куда-то воткнуть, яички. Это мы сейчас всё с вами будем придумывать. На ходу. Я, кстати, не знала, сколько мне их понадобится, и поэтому на всякий случай взяла аж три пачки. Они дешёвые. Я подумала, пусть лучше их будет больше, чем будет не хватать. Дальше вот такие насмотрела корзинки. Подумала, будут бегать в них пересыпать то, что соберут сюда. Сюда же всё не влезет. У одного будет одна корзинка, у второго вторая. И потом можно будет, например, посчитать, кто больше успел собрать. Но все мы знаем, что дети любят соревноваться. Как бы там ни было, как бы там не любили взрослые говорить, победила дружба. А соревновательный момент для детей очень сильно интересен. Дальше я купила Алисе с Серёжей вот такие два набора. Здесь яйца, краски и кисточки. Для Серёжи тут с такими более как для мальчика картинками. Мошинки, ракеты, воздушные шары. Для Алисы более как для девочки. Бабочки всякие. Это можно использовать и как подарок уже в конце квеста, и как какое-то задание в самом квесте. То есть там раскрасил, получил что-то за это, пошёл дальше. Скорее всего, это будет задание. И ещё из этой же серии, смотрите, я купила вот такие вот. Тоже можно раскрасить и где-то повесить. Я бы даже сказала, что это ёлочные игрушки. Здесь уже фломастеры идут. Три фломастера. Я купила их, по-моему, три или четыре штуки на всякий случай. Потому что там было под сомнением, может быть, ещё один мальчишка к нам на квест придёт. Вот такие вот. Так, дальше. Эти яйца тоже брались для того, чтобы их искать. Но будем думать с вами, будем думать, куда использовать. И вот такие брались яйца, чтобы их искать. Вы представляете, сколько у нас с вами сейчас есть яиц, чтобы их прятать? Просто целая куча. Наверное, надо записывать, где запрячу, потому что все по-любому не найдут и потом будут где-то лежать. Дальше я купила такие прищепочки пасхальные. Абсолютно не имею понятия, зачем. По ходу квеста придумаем. Шоколадный зайц. К сожалению, один, потому что их было три. И два из них я отсюда вытащила и дала детям съесть. Ну, они не знали, откуда я их взяла. То есть я их готовила для Пасхи этих зайцев, а потом в какой-то момент они хотели сладкого чего-то. И я взяла и два зайца им отдала. Так, вот ещё трубочки. Вот такие на них надеваются. Кстати, утка-зайцы. И ещё интересная мне попалась вещь. Это вот такие наклейки желейные. Тоже пасхальной тематики. Их достаточно много. И я думаю, они пойдут как призы. Дети любят клеить наклейки. Любые дети. Вот поэтому они уже когда поиграют, наиграются, туда уже будут их где-нибудь клеить. Так, что ещё? Ещё здесь вот может попасться какой-то питомец. Не знаю какой. И вот такие вот разные цыплятки, которых я тоже планировала где-то прятать. Что-то придумать. Может быть, какое-нибудь спасение цыплят устроим. И вот такой один большой. Наверное, это будет мама-курочка, которая всех этих цыплят ждёт. О, точно. О, классная идея. То есть, помогите маме-курочке найти столько-то её детей. Так можно квесты начать. Такой стимул. Так, ну что, у нас куча всего. И мы начнём с вами с того, что мы сейчас отложим то, что будет подарками в конце квеста. Ну, вот как наклейки, да? То есть, их мы не будем использовать. Их мы просто подарим. И что будет непосредственно для квеста использоваться. Кстати, может и неплохо, что один киндер и один заяц. Ну, поделятся как раз. То пополам и то пополам. Я вот смотрю, сколько у меня сейчас яиц для поиска. Да? Много. И приходит в голову такая мысль, а что если им эти яйца, которые они найдут, потом поменять на шоколадные? То есть, например, в конце вы берёте все свои яйца, приходите там к сундучку и можете обменять на яйца шоколадные. Вроде прикольная идея. Сундучок у меня немножко поломался, развалился, но ничего страшного. Просто вот так закрою сверху. Тогда что? И шоколадные высыпаем в сундучок. О, это прекрасно выглядит. Ещё они вкусно пахнут. А знаете, почему я ещё не хочу их прятать? Вдруг где-то забудем, и шоколад растает, пропадёт и так далее. Поэтому, ну, с продуктами лучше так не шутить. Так, закрываем. Итак, у нас уже есть волшебный сундук. Ещё будет волшебная кастрюлька. Итак, этим сундуком можно воспользоваться, когда они уже найдут все яйца, да? Мне всё-таки придётся прикинуть, сколько их здесь. Я посчитаю просто по цветам. Десять. Я думала, каждого цвета одинаково, но красных, очевидно, больше, чем остальных, потому что там их двадцать пять. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять жёлтых. Двадцать пять красных, девять жёлтых, пятнадцать синих, и три, шесть, девять, двенадцать, пятнадцать, семнадцать зелёных. Так, сколько всего получается? Я что-то не пойму, шестьдесят шесть насчитала? Что-то мне это число не очень нравится. Я пересчитала ещё раз, и снова у меня получилось шестьдесят шесть. Да уж, интересный пасхальный наборчик. А давайте сделаем шестьдесят пять. Просто одно красное возьму и съем. Они с начинкой, шоколадные. Так, теперь считаем яйца на обмен. Надо, чтобы их столько же было, сколько конфеток. Тут у нас три, шесть, девять, двенадцать. Двенадцать на три, тридцать шесть. Тридцать шесть, а нам надо шестьдесят пять. Вот, так нормально. Сейчас как раз так и получится. Тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок. Сорок один, сорок два, сорок три, сорок четыре, сорок пять, сорок шесть, сорок семь, сорок восемь. Так, двенадцать, значит, здесь, наверное, двенадцать. Сорок восемь плюс двенадцать, шестьдесят. И еще 5. А у меня 4. 64. Ну тогда еще одну конфетку. Кость, тебе тогда конфетку. Одну съела я, одну тебе. 64 яйца нужно. Так, отлично. Задание квеста найти 64 яйца и обменять их на 64 шоколадных. Хорошо. Но как нам с вами к этому привязать спасение цыплят? Надо думать. Придумываем с вами легенду. Так, мама курочка проснулась, а ее цыплят нет. Нужно помочь ей их вернуть. Было их у нее аж 18. Вот 12 цветных и 6 желтеньких. Так, ну смотрите, что приходит мне в голову. Мне приходит в голову их по 6 штук спрятать в 3 отдельных местах. И когда дети найдут определенное количество яичек, просто им подсказывать, в каких местах искать. Холодно, горячо. Значит, когда они маме вернут всех детей, то мама им что-то должна дать. Взамен. Чтобы квест продолжился. Что она может им дать взамен, давайте подумаем. Ну, поскольку она такая маленькая, то очевидно, это может быть только какая-то бумажечка. Значит, сейчас напишем записку. Так, я не знаю, может пусть это будет карта сокровищ. Пойдут искать сокровища. Ну, кстати, сокровища вот они. Правильно? Яйца, которые можно обменять. Может, может, туда что-то еще доложить в сокровище? Такое, чем дети вместе могут поиграть? Нет. Мы испортим тогда интерес этих яиц. Это не будут сокровища. Это будет просто стоять шкатулка изначально, и мы скажем, что там что-то есть, на что вы сможете обменять свои яйца. Вот так сделаем. Им будет очень хотеться узнать, что там, и побыстрее обменять яйца. Так, давайте мы пока подготовим волшебную кастрюлю. Пишем записку. Так, буду писать печатными, потому что Алиса еще письменными вряд ли прочитает. Свари волшебные зелья. Так. Давайте. Три столовые ложки муки. Смешай. Пойдемте посмотрим, что у нас есть. Так, ну давайте все подряд использовать. Молоко есть, кефир есть, который уже, кстати, просроченный. Как раз можно его выкинуть, использовать. Костя, это что? Это Настя что-то привозила или кто? Нет, это какой-то мед. Вот это выглядит интересно. Это какой-то мед из сосновых веточек, что ли. Наверное, напишу добавить веточку отсюда. Оно так таинственно будет выглядеть. Я чувствую, пока квест приготовлю, за окном уже потемнеет. Сейчас еще очень светло. Но здесь еще очень много-много работы. Итак, смешай с двумя столовыми ложками кефира. Двумя столовыми ложками молока. Молока. Одна сосновая ветка. Может, то и не сосновая, они же маленькие, елочные, с кореновыми. Напишем из меда. Догадаются. Мира. Пекает, играется. Мамашка. Все, пора детей уже играться учить, да? Тренируется. В лапе держит шарик. Так, и давайте по приколу напишем Одна столовая ложка шампуня. Шампуня. И одна столовая ложка порошка. Вот это точно будет неожиданное зелье. Так, произнести заклинание. Произнеси заклинание. Костя, можешь придумать заклинание? В интернете посмотрите. Да ну, самим надо придумать. Да какой-нибудь там бум-карабум. Бум-бум. Смешное что-то. Так и напишу. Бум-карабум. Бум-карабум. Бум-бум. Бум-карабум. Бум-бум. Бум-бум. Давайте оживу. Оживу. Пускай думают, что это значит. Оживёт это зелье. Так, поставить. Поставить на 15 минут в тёплую духовку. Духовку. Всё. Есть инструкция. Волшебная кастрюля готова. Правда, жаль, нету крышки непрозрачной. Но ничего. Так, и так. Волшебную кастрюлю они получают в конце. Теперь куда расселить эти три семейства? Или же их так в коробочках оставить? Надо бы хорошенько подумать. Так, первую шестёрку спрячем сюда. В башню. Я сделаю по-хитрому. Я высыплю. Но не всё. Положу туда. И засыплю сверху. По-любому, когда будут искать, даже если их кроют, они сверху посмотрят, но высыпать не будут. Ну, когда яйца будут искать. Моя задача, главное, чтобы они не нашли цыплят во время поиска яиц. Чтобы не перемешать эти два задания. Так, логичный вопрос, куда мне спрятать эту кастрюлю? Даже не представляю. Они тут по всей комнате будут бегать, искать. Значит, не в комнате её надо прятать. Просто потом дать подсказку, где её взять. Её спрятала в ванной и накрыла полотенцем. На кошачьей домике. Так, и этапов с яйцами будет тоже несколько. Самый первый этап, это будет поиск вот этих всех обычных яичек. За маленькие мы даём, давайте, один балл. За вот такие три балла. И за вот такие пять. Да? Я думаю, да. И такие будем лучше всего прятать куда-то. Сложно. Сейчас мне поможет Костя. Он, конечно, не очень горит желанием. Прямо по нему видно. Смотри. Вот за эти яйца я буду им один балл давать. За вот эти три балла. И за большие пять баллов. Поэтому большие надо прятать так, чтобы их было сложно найти. Но надо записывать, где ты прячешь. Потому что мы потом забудем. Или фоткать. Просто на телефон фоткай, где прячешь. Мы сейчас начнём с больших, чтобы их так надёжненько запрятать. На, тебе зелёные. Так, я спрячу розовые. Только Костя, эти реально должно быть сложно найти. Не так, не под подушку. Это где-то внутри чего-то. Вот, например, я спрячу вот в эту чёрную штуку в середину. Так. Разве до этого можно додуматься? Ну ладно. Фортит? Ты за помощью. Лучше фоткай. И моё тоже. Фоткай там, фоткай там. И сейчас дальше. Ну вот в мусорку, кстати, можно спрятать среднее яичко или маленькое. Потому что они туда сразу полезут точно. Это мусорка для бумажек. Пенал они тоже сразу полезут. Это не будет сложно, понимаешь? Большие яйца надо прятать сложно. А сосисочка расстёгивается? Вот эту кошку зовут сосисочка у нас. Не, она зашита. Она нас уже рвалась, мы её зашили. И стирали, и зашивали. Так, куда же, куда же. Может быть, кому-то из этих... Смотри, какое местечко. Ну сюда влезет среднее яичко. А ну давай среднее яичко в гусю сюда засунем. Это задачка на 3 балла. Сфоткаешь? Ну, сложное, кстати, местечко. И ещё вот сфоткаю среднее яичко сюда в кину. Косит. Ну ты что, это же видно прям сразу. За это 5 баллов. А если тут... Туда сможешь маленькие туда ложить. Сейчас надо сложные места придумать. Ты ж фоткай, не забывай. Как маленькие зачем? Да все нужно. Нам 65 надо их найти. Ты будешь маленькие. Мы сами забудем, куда мы 65 всунули. Ну, постепенно. Да не, надо найти все. Так, маленькие тоже бери. Там, где ты лёгкие места придумываешь, туда можешь совать маленькие. Вот, Костя хотел сюда большое, значит, сунем сюда маленький. За такое лёгкое место отдавать 5 баллов не... Так, куда ещё маленькое можно приделать? Можно некоторые, кстати, и на виду оставить. Чтобы они думали, что очень легко всё будет. Куда его всунуть можно? Здесь дырочки. О, вот есть дырочки. Нет, сюда надо синее замаскировать. Жёлтое слишком видно. Вот так оно. О, супер. Сюда бы, если бы влезло яичко. Но, к сожалению, вряд ли. О, я сюда засуну. Серединку. Ну, вот можно для разнообразия. Пускай будет легко. Какие-то блёстки тут рассыпаны. Вот так. Так, эта баночка прям просится, чтобы в неё что-то спрятать. Сюда, наверное, среднее влезет. Нет, не влазит. Ладно, откручу, не поленюсь. Так. Думаю, можно в это ведро положить большое. Хоть это и не сильно сложно, но... В домики пойду спрячу. Туда же они тоже полезут искать по-любому. Будь здоров. Так, и где здесь сложно найти? Здесь, в принципе, легко найти. Кость, давай маленькое сюда ещё. Давай несколько. Маленькое и среднее принесёшь? А большое здесь тоже будет, но оно будет вот так вот. За мелками. В более сложном месте. Маленькое и среднее будут в лёгких местах. Маленькое будет в косовом аппарате. А среднее будет вот здесь. Да, домики, может, не фоткать, я запомню. Тут всего три места. Хотя, может, ещё какое-то местечко. А давай ещё два маленьких. Ещё в домике спрячу. Им будет интересно. Такой вид из домика прикольный. Спасибо. Я же сюда не лажу. Сейчас где-нибудь сверху под крышей. Воткну. О, тут есть дырочки. Отлично. Прямо в дырочку вошло. Хотя нет. Те маленькие. А здесь есть дырочка. О, крутяк. В домике сразу пять яиц можно будет найти. Так, ну, комод с одеждой. Большое яйцо. Поскольку здесь рыться будет достаточно тяжело. Причём, знаешь, что надо найти какие-то штаны и в карман положить. Вот эти возьму штаны. Тут мягенький кармашек. Так, сейчас спрячем средние. Можешь вот это открыть? Средние будут довольно легко спрятаны, закроются. Ну, не до конца, ничего страшного. Так, где здесь ещё? Давай в пенальчик. Лучше в тот, который сзади. Передний пусть будет пустой. Не факт, что до заднего доберутся. Когда увидят, что первый пустой. Фотка. Сейчас внутри стола спрячем. Такое среднее. Итак, я написала на бумажечке. Фридж. Я решила ещё в этот квест включить немножечко изучение английских слов. Почему бы и нет? Фридж написано. Это значит холодильник. Они должны будут пойти в холодильник. И там они найдут вот такой вот подарочек. Со следующей бумажечкой, куда нужно пойти дальше. Я всё это вам сейчас показывать не буду, чтобы много времени не тратить. Вы уже, когда будем квест проходить, увидите. Вот так они будут один за другим находить подарочки. В том случае, если вернут этой курочке и её цыплят, конечно, то они получат от неё бумажечку и найдут подарочки. А потом находить, находить, находить подарочки. И последним они найдут вот этот пустой лоток. И им нужно будет найти ещё вот эти 12 яиц, чтобы лоток заполнить, чтобы получить доступ к волшебной кастрюльке. Пока мы готовим квест, наши котики по очереди приходят поиграться. Теперь Тимка пришёл. Так, ну что, квест готов. Немножечко некоторые вещи я вам не засняла, чтобы вам было интересно тоже. И давайте его начинать.